Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала про цветок. В этом видео я Пашкевич Анна и мы говорим на такую тему, как опилки. Опилки как мульчирующий материал. В более раннем видео я рассказывала про солому, перечисляла преимущества и технологию использования ее в качестве мульчирующего материала. Опилки также являются замечательным мульчирующим материалом. Опилки от лиственных и хвойных пород ничем сильно не отличаются, за исключением того, что опилки хвойных пород более сбалансированы в процентном соотношении и содержат некое количество смолистых соединений. При рассмотрении вопроса использования опилок в качестве мульчирующего материала, как минимум возникает два вопроса. Первое – это о том, что опилки закисляют почву, и второе – о том, что опилки выносят азот из почвы. Если мы говорим про внесение опилок на поверхность почвы, используем его как мульчирующий материал, то о закислении почвы говорить не приходится. Если мы вносим опилки под перекопку, то закисление, которое может протекать с их применением, будет 0,000 какой-то процент, то есть незначительное. Также не стоит опасаться того, что опилки выносят азот из почвы. Конечно, для того, чтобы опилки перепрели в почве, вступают в работу ряд микроорганизмов. И для их полноценной работы, для хорошего переваривания опилок, нужен азот. Поскольку азота в опилках нет, они его забирают из почвы. Но затем, когда вся работа сделана, азот возвращается в почву в большем объеме и в лучшей, в доступной для усваивания растениями форме. Если у вас все-таки остались опасения на предмет того, что опилки закисляют почву, и вы знаете, что у вас почва кислая или подкисленная, то, конечно же, не лишним будет ее периодически подщелачивать определенно внесением традиционных доломитовой муки, золы или мела из расчета 1 стакан на 1 квадратный метр. Также можно почву подщелачивать путем внесения 2 столовых ложек соды на 10 литров воды и последующим проливанием. Если вы все-таки опасаетесь чрезмерного выноса азота из почвы, то можно опилки предварительно подготовить, положив из расчета на одно ведро опилок 100 грамм мочевины и все это пролить 5 литрами воды. Затем эту смесь накрыть каким-нибудь укрывным материалом, лучше, чтобы это была пленка. И по мере того, как цвет опилок изменится на характерный коричневый, можно судить о готовности их к полноценному, однозначному использованию. Когда мы используем опилки в качестве мульчирующего материала, в качестве укрывного материала, то мы получаем ряд преимуществ. Первое, самое важное, наверное, на вот эту осеннюю предзимнюю погоду, это то, что опилки, они крайне плохо отдают тепло. И таким образом корневая система, которая находится на перезимовке в почве, она будет испытывать меньшее колебание по температуре. И, соответственно, будет лучше выходить после того, как перезимует. Помимо этого, опилки хорошо забирают в себя воду, постепенно ее отдают. И когда мы мульчируем опилками под зиму, на которые затем ложится снег, то этот снег, он не так быстро весной по мере своего таяния уходит в почву, а задерживается в ней. Что также способствует сохранению почвенной влаги. Также опилки, которые мы вносим под зиму в качестве мульчирующего материала, можно использовать как удобрения, предварительно их совместив с некоторыми видами комплексных удобрений, с органическими компонентами, которые есть у вас в наличии. Помимо этого, всем известные плюсы от применения опилок, это, конечно же, сохранение частоты посевов, посадок. То есть опилки препятствуют росту сорняков. И также, когда мы используем опилки, то мы получаем более эстетичный вид наших овощных грядок. Однозначно, березовые опилки хорошо используются в качестве мульчирующего материала в плодовом саду. На осиновые опилки хорошо отзываются посадки лука, чеснока, а также клубники. Было установлено, что фитонциды, которые содержатся в осиновых опилках, хорошо воспринимаются луковыми культурами и садовой земляникой. Дубовые опилки в чистом виде никогда не используются, ввиду наличия в них дубильных веществ, могут использовать только в качестве составного компонента будущего компоста. Из лиственных опилок наиболее ценными являются опилки каштановые, которые очень хорошо удерживают тепло, крайне хорошо удерживают влагу, более интенсивно и быстро перепревают и таким образом разрыхляют грунт. Сосновые опилки лучше использовать в качестве мульчирующего материала для выращивания посленовых культур, которые также хорошо на них отзываются. Если у вас есть достаточное количество опилок и вы до сих пор не нашли им применение на своем участке, то можете просто рассыпать опилки небольшим слоем на вашем огороде. Это будет привлекать микрофлору, будет способствовать лучшей и качественной работе дождевых червей, которые улучшают плодородие. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на канале Процветок, ставьте лайки и подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok